Сегодня православный мир вспоминает просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В столице Чувашии Дню славянской письменности и культуры посвятили немало событий. Утром по улицам города прошел крестный ход, а на главной площади состоялся праздничный молебен. Крестный ход взял свое начало в Аведенском соборе. Пройдя мимо старых храмов, он устремился к площади республики, неся с собой молитву. На главной площади Чебоксар, возле двух крупнейших вузов республики, у храма Рождества Христова, был совершен молебен святым равноапостолем Кириллу и Мефодию, создателем славянской азбуки, переводчиком духовных книг, просветителем славянских народов. Богослужение возглавил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Праздник совпал с последним пасхальным днем года – отданием Пасхи. В этот день служба совершается по пасхальному чину. И в последний раз верующие приветствуют друг друга радостным приветствием. Христос воскресший! О символическом смысле совпадения двух праздников рассказал протеерей Сергий Пушков. О Христе воскресшем мы тоже узнали благодаря отпыку Мефодия и Кирилла. Потому что именно они, переведя священное писание с греческого языка на славянский язык, возвестили нам о Христе воскресшем. И приход крестоходцев сюда, в центр города – это тоже полагая весть о воскрешем Христе. В этот день у храма не только прихожане. Много родителей с детьми. Святые Кирилл и Мефодий – покровители тех, кто растет, учится и учит. Пришли помолиться небесным заступникам и студенты, ведь впереди экзамены. Мы чтим великих просветителей Кирилла и Мефодия. Конечно же, мы, как студенты ЧКПУ, психолого-педагогического факультета, хотим успешно сдать экзамены. Мы очень надеемся, что их сила, их мощь поможет нам. Учитель гимназии номер два, лауреат конкурса «Серафимовский учитель» Инесса Семушкина привела на праздник своих первоклассников. Ребята прошли крестным ходом и получили благословение владыки. Было жарко, было нелегко, но дети здесь вместе со всеми христианами, православными христианами города празднуют этот день. В завершении праздника на ступеньке храма поднялась муниципальная певческая капелла «Классика». Классика всегда там, где верующие, там, где духовное воспитание наших горожан, потому что классика имеет свой определенный репертуар, который помогает, наверное, может быть, уверовать, может быть, подумать о Боге. Капелла исполнила программу, специально подготовленную к празднику. Здесь пели славу спасителю и просветителям славянским. Зинаида Поршагина, Виктор Степанов, Вести Чуваше.